Да, девушка. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас на данный момент проходит в городском округе Щелково сельхозперепись. Так, очень приятно. Меня Анастасия зовут. Можно вам задать пару вопросов о вашем участке? Можно. Переписчик Анастасии с планшетом обходит свой участок, в который входят деревни Старая Новая Слобода, Камшиловка. С 1 по 30 августа во всех субъектах страны Росстат проводит первую в России сельскохозяйственную микроперепись. Задача этой компании – оценить структуру сельского хозяйства страны в настоящий момент, не дожидаясь большой переписи в 26-м году. В поле зрения статиста попали все сельхозорганизации, фельдмерские подворья и выборочно личные подсобные хозяйства. Перепись малая, поэтому и вопросов в анкете немного. У вас овощи закрытого или открытого грунта? Открытого грунта. У меня маленькие грядочки. Что у вас растет на грядках? Шесть костиков огурцов, пять яблонь, которые плодоносят, и картофель 15 борозд. За август Анастасии Клюзовой нужно опросить около 500 владельцев личного подсобного хозяйства. Но девушка полна оптимизма. Мне интересно походить, поспрашивать у людей, что у них находится на участке. Кто-то рассказывает в подробностях, где-то ты прям долго стоишь, прям интересуешь, спрашиваешь, а кто-то хочет, ну так, побыстрее. Нужно расположить человек к себе. Щелковский отдел статистики подготовил 20 переписчиков и троих инструкторов, чтобы те за месяц обошли все 80 населенных пунктов городского округа. Микросельхозперепись проводится впервые в нашей стране. И она определена для того, чтобы показать информацию о состоянии сельского хозяйства. Потому что за предыдущие пять лет, последняя перепись была в 2016 году, кардинально изменилась в состоянии нашего сельского хозяйства. За месяц мы пройдем все сельские населенные пункты. И наши переписчики перепишут все сельское население, которое проживает в ЛПХ. Не обойдут стороной переписчики садовые и дачные товарищества. Опрашивать будут только председателей. Непосредственно на дачу к садоводу переписчик не придет. Эти сведения позволят Росстату получить полную картину состояния сельского хозяйства в стране. Первые итоги будут объявлены в ноябре этого года. Микроперепись шагает по стране. И очень важно, чтобы в ней принял участие каждый гражданин, который владеет своим личным подсобным хозяйством. Ведь от этого зависит полнота информации. Но если вдруг вы усомнились, перед вами ли тот самый переписчик, у него всегда можно спросить удостоверение и гражданский паспорт. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.